Привет, я Алиса Медведева, это новый Ясно Понятно Блог на канале Страна Юэй. Вот уже второй день в Киеве идут митинги против продажи земли. Во вторник они закончились столкновениями с полицией. Вот это видео очень характерное. Вам оно случайно ничего не напоминает? Например... И фото вот эти вот, наверное, кое-что напоминают. Но реакция у Зеленского на эти два события разная. Тех, кого побили в 2013 году, Зеленский торжественно принял у себя в кабинете. А вот этих вот парней, которых вчера силовики зачистили с применением спецсредств, он принимать у себя не будет. Он их осудил, мол, не фермеры это, не фермеры. И американское посольство печенек им не принесет. Оно их осудило. Надо же! А вот что с тех пор примерно осталось с таким же самым, так это то, что они же детей сразу же отпустили. Просто взяли и отпустили тех, кто нападал на полицию там с деревянными палками, батманы на них там выбрасывал, газом травил. Ну, хоть что-то, знаете, в нашей стране стабильно. Ну, это так, лирическое отступление. А теперь давайте по сути. Акции протеста связаны с рынком земли. Но кто там друг с другом воюет? Нацкорпус и МВД. Нацкорпус это националисты, связанные с Аваковым. То есть такая вот постановочка, вот эта картинка, думаю, соответствует. Но вопрос для чего? Чтобы сорвать принятие закона о земле? Ну, может быть, хотя для этого не обязательно бить полицейских. Вот эти вот картинки только дискредитируют протест. Мол, смотрите, какие оху... Оху... Пустительные фермеры пришли отставить свои права. Да, поэтому фото уже куча мемов. Да, правда смешно. Есть версия, что таким образом сорвали принятие закона о легализации игорного бизнеса. Имеет место быть, потому что нацкорпус не раз обвиняли в том, что они крышуют игорный бизнес. А значит, они выступают против легализации. Ну, это все, скажем так, тактические объяснения. А в чем же стратегия? Да, в том, что есть желание качнуть ситуацию. Ну, не так, как Порошенко, а так, чтобы Зеленский удержался, крепко держа за руку старших товарищей. Ну, или одного старшего товарища. И имя ему Арсена Ваков. Глава МВД, которого сейчас все активней, сватают на пост премьер-министра Украины. О чем речь? Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Главный политический слух недели министр МВД Арсен Аваков может стать премьер-министром Украины. Слухи эти пошли не просто так, а на фоне многих событий. Во-первых, Аваков активно солировал на встрече в Париже. Мало того, что он вообще туда поехал, хотя казалось бы, какое он отношение имеет к приговорам. Так он там чуть ли не главным комментатором был, раздавал интервью направо и налево. Рассказывал там всем, что красные линии не переедены, никакой израды нет. После саммита быстро свернулся митинг на Банковой, в котором не последнюю роль играл близкий к Авакову нацкорпус. Во-вторых, к концу прошлой недели было дело Шеремета. Нацполиция объявила о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. Прошел очень громкий брифинг, на котором непонятно почему был президент, был генеральный прокурор и солировал там сам Аваков. Ну и потом пошли всякие эфиры на телеканалах. И там, разумеется, Аваков рассказывал, был главным спикером и, конечно, показывал, кто тут на самом деле главный герой. Ну и вот вчерашние акции. Там, где есть опасные смутьяны из нацкорпуса, но полиция действует решительно, применяет силу, а Антон Гераченко грозится националистам подозрениями. Вот такие прям грозные все такие. Сейчас порядок наведем. То есть, опять же, здесь Аваков и его орлы в центре внимания. Причем они присутствуют с обоих сторон баррикад. И на вот этом всем фоне, собственно, и появились слухи о возможном будущем премьерстве Арсена Борисовича. И окружение Авакова их усиленно поддерживает. Близкие к нему люди в разговоре со страной подтверждают, что действительно министр сейчас на взлете. Он установил прямой и тельный контакт с президентом, дает ему советы. В глазах Зея довольно сильно проявил себя в Париже, порешал все с Майданами на Банковой. Мол, никакого путча нет, которого боялись у Зеленского, а тут еще взял и раскрыл дело об убийстве Шеремета. Ну и так далее. В общем, кто молодец? Арсен молодец. Поэтому его шансы на премьерство там оценивают довольно высоко уже в начале следующего года. В окружении Авакова говорят, что и разные влиятельные силы также не против этого. Коломойскому это выгодно, чтобы сбить гончарука и соросят и порешать дела по приватбанку. То есть, чтобы как минимум не отдавать миллиарды долларов по долгам своих структур перед банком. А с Аваковым у Коломойского очень хорошие, теплые отношения. Другим олигархам тоже нужен грамотный разводящий. Учитывать интересы олигархов и разруливать вопросы – это отдельная сложная наука, которой нынешний премьер Гончарук не владеет от слова совсем. Также говорят, что Аваков имеет хороший контакт с Западом. Причем как с Европой, так и с обеими фракциями американского эстеблишмента. Вспомним про закупки французских вертолетов на сотни миллионов и про то, как Иванович назвал Авакова надежным человеком. С Россией все гораздо хуже, но и там можно найти завязки. А вот источники страны в окружении Зеленского дают по Авакову совсем иную картину. Там отмечают, что изначально к Авакову относились с недоверием. И действительно стоял вопрос о его замене. Тем более, что у Зеленского есть своя команда верных ментов. Это бывший замглавы МВД Евдокимов и нынешний первый замглавы полиции Коваль. И я уже рассказывала, при каких интересных обстоятельствах они познакомились. История Зеленского с Кадыровым. Евдокимов и Коваль через уголовных авторитетов помогали Зеленскому порешать вопрос с Кадыровым. Когда Зеленский в 2014 году неудачно про него пошутил. Если кто не смотрел, по-моему в сентябре выходил этот блог, пересмотрите. И в августе, когда оставляли Авакова, его так, знаете, подвесили в воздухе. Коваль назначили первым замом нацполиции с перспективой сделать его начальником. И дали понять Авакову, что в спину ему дышит Евдокимов. Поэтому, чтобы остаться в своем кресле, ему поставили условия. Это дисциплинированное голосование, связанных с ним депутатов, как внутри «Слуги народа», так и за пределами этой фракции. Группа «За будущее», например, связывалась с Аваковым. Это нейтрализация уличных акций, которые собрался организовать Порошенко. И вообще, притушить активность радикалов. Также одним из условий было раскрытие резонансных преступлений, чтобы Зеленский мог занести их себе в актив. И Аваков, чтобы удержаться в своем кресле, попытался все эти условия выполнить. Но выполнив их, скажем так, творчески. Активность радикалов он не приглушил, а использовал в своих интересах. Помните все эти Штейнмайер-Майданы, перепалки ЗЭС-националистами? Первую скрипку там играл нацкорпус, структура, связанная с Аваковым. Они активно изображали протест, а потом Аваков приходил и героически решал проблему. Ну, то же самое, по сути, что было и вчера под Радой. Таким образом, он показывал Зеленскому, что вокруг него враги. Но Аваков стоит на страже и всегда защитит мальчика Вову. Далее, события в Париже. В Киеве партия войны выдвигала ультиматум, угрожала Майданами. Тот же самый нацкорпус и другие вышли на банковую. И в Париж едет Аваков. И если проанализировать основной смысл заявлений министра на встрече, то они таковы, что никаких красных линий Зеленскому пересекать нельзя. Идти на уступки Путину, то есть соглашаться на политическое урегулирование на Донбассе и на полное разведение войск тоже нельзя. И сам Аваков потом признался, что именно он и сорвал полное разведение войск. Мол, Украине оно невыгодно. Хотя, нужно сказать более правильно, Авакову и партии войны оно невыгодно. Далее история с делом по убийству Шеремета. Я уже говорила, что действительно есть большая вероятность, что эти волонтеры и атошники, которых подозревают в убийстве Шеремета, действительно его убивали. Но вот с мотивами убийства и его заказчиками буквально сразу начались какие-то мутки. Сначала было подано, что вообще никаких заказчиков нет. Что это сам рокер Антоненко, исходя из идеи величия арийской расы, организовал и осуществил преступление. Ну то есть вот этот бред, о котором я уже в принципе говорила. Но потом Аваков начал говорить, что все-таки есть какие-то заказчики. Но о них пока говорить нельзя, хотя и дал понять, что они из СБУ. А потом еще появилось свидетельство того, что СБУ скрыло и подделало записи с камер видеонаблюдения. Что часть подозреваемых являются агентами СБУ и так далее. А от СБУ 2016 год прямая ниточка к Порошенко. И это та линия, о которой я говорила еще в пятницу, как о наиболее вероятной. Пересмотрите блог. Но официально эта линия пока никак не комментируется. То есть Аваков такой жонглер. Сначала одно, потом другое. Как бы торгуется, могу сказать, могу не сказать. Все это, конечно, отдает таким неприятным душком и попахивает тупо пиаром Авакова. Так или иначе, но на данный момент, как говорят наши источники в окружении Зеленского, Аваков на своем посту удержался. Пока отставка ему не грозит. Ну, разве что дело по убийству Шеремета не развалится так быстро и очевидно. Но и тут Аваков подстраховался. Основной доклад по делу Шеремета делал вышеупомянутый Коваль, замглава нацполиции. То есть, если дело развалится, то как раз по нему будет главный удар. А Коваль и его патрон Евдокимов, как я уже говорила, главные конкуренты Авакова. Но если такого развала не будет, то Аваков в своем кресле удержится. Однако у Зеленского совершенно не хотят двигать его в премьеры. Главная причина совершенно очевидна. Аваков это опытный и хитрый политик. И мальчиков из-за команды, если станет премьером, сделает на раз-два. Тем более, что по Конституции премьер подчинен не президенту, а парламенту. А в радио Авакова много своих депутатов, в том числе и во фракции «Слуга народа». «Слуги народа» вообще довольно разношерстное собрание людей. И Аваков, имея в руках контроль над правительством и бюджетом, вполне себе может сколотить там свое большинство, став совершенно независимой от президента фигурой. И он тогда замкнет на себе все связи с группами влияния в стране. Все связи с внешними игроками и станет лицом в стране номер один. А Зеленский превратится в английскую королеву и будет в своем картеже ехать и махать людям ручкой. И записывать бложики, как же без этого. Но даже если фракция «Слуга народа» окажется крепким орешком и сохранит в большинстве верность президенту, то Авака в таком случае все равно будет пытаться создать ситуацию двоевластия, плести интриги и пытаться множить на ноль влияние президента. То есть в таком случае начнется бардак, который окончательно разбалансирует госаппарат, без того пребывающий не в лучшем своем состоянии. Как видим в обоих случаях, премьерство Авакова для Зеленского это очень большой политический риск. Да и для страны это будет означать, по сути, продолжение того курса, что сейчас. Учитывая контакты Авакова с Западом, его незаинтересованность в прекращении войны на Донбассе. Ну, может быть, позиции Коломойского будут сильнее, а так, в принципе, будет то же самое. Поэтому пока у Зеленского намерений назначать Авакова премьером нет. Если, конечно, не случится какой-нибудь форс-мажор, когда ценность министра в глазах Зеленского резко возрастет. А то, что такие форс-мажоры будут, точнее, что они могут быть организованы, исключать нельзя. Такую вот мини-репетицию мы уже вчера видели под радой. А потому большой вопрос, является ли Аваков решением проблемы с вот этими вот Майданами и другими попытками раскачать ситуацию в стране. Либо Аваков является частью этой проблемы. На этом у меня пока все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно-понятно, блог на канале «Страна.Юэй». Подписывайтесь на канал, проверяйте, поставили ли вы колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках или нет. И, конечно же, пишите свое мнение в комментариях. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова